Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Этот сезон у нас какой-то очень экстремальный. То экстремально холодная весна, то экстремально жаркое лето, а сейчас у нас пошли какие-то экстремальные дожди после той жары. Конечно, недели полторы-две назад у нас уже был очень сильный дождь, очень обильный. Налило огромные лужи. Я таких дождей в этом регионе не помню, чтобы вот столько было воды. Ну вот последние 4 дня у нас тоже дождит. Единственное, вчера чуть-чуть выглянуло солнышко ближе к вечеру. Ну вот сегодня, буквально час назад, дождь закончился. А так дождь, дождь, дождь. И не всегда это был дождь мелкий. Это был и ливень такой совсем проливной, даже с грозой. Поэтому уже осадков тут вылилось, так вылилось. И, конечно, это не могло не отразиться на винограде. Конечно, ягода потрещала. Но сегодня мы говорим не о тех, кто треснул, а мы с вами поговорим о тех, кто устоял. Первый русский ранний. Ягодка целехенькая, нигде ни одной трещинки. Преображение тоже. Вся ягодка абсолютно целая. Вот еще грозди преображения. Это у него первый урожай. Ну вот здесь абсолютно все целехенькое. Длинненький, красивенький. Байконур тоже целый. Симоне тоже целенький. Лора. Ни одной треснутой ягодки. Рядом лучистый наливается на глазах. Ну, тут уже все целехенькое. Вот такая красота кишмиш-находка. Тащу его грозди. В памяти учителя натертая гроздь. Я в одном из прошлых видео рассказывала, что остались следы от обработки по фокалеросам. И я решила тряпочкой натереть. Вот получилась она такая блестящая. Ну, как говорят, стирать пруина ей плохо. Ну, вот уже порядком времени. Наверное, недели две. Какая-то красота висит. И ничего с ней не делается. Он только становится ярче. Вот еще его гроздочки. Ну, тут тоже все целенькое. Сеня тоже целая ягода. Уже сильно распаковывать не буду. Я его прячу от птиц. В этом году на него очень сильно охотятся птицы. Ну, вот там видно гроздочка более спелая, чем ту, которую я изначально показала. И она целехонькая. Вот это вот то, что вам может показаться трещинкой. Я просто так пруин сделал. Интересный такой рисуночек. Ну, вот пальцем в стерло, видите, все целехонькое. Академик тоже со своим первым урожаем. Ну, смотрите, тут гроздь его. Так, зверь, уходи. В разной степени созревания. Что-то более созревшее, что-то менее созревшее. Тут, конечно, птица какая-то уже позарилась. Вот там, видите, меньше созревает, там теневая сторона. Ну, тоже ягода везде целая. За исключением того, где едят птицы. И вот эта маленькая гроздочка, она у нас самая спеленькая. Ну, все в ней целенькое. Целехонькая зилга. Показываю одну из них, где гроздья более плотные. Вот, здесь все хорошо. Единственное, что нападают птицы, а за птицами осы. Ну, тут рядом и запах стоит такой, что не напасть невозможно. Киш-миш-цимус. Вот он уже желтенький, уже он, в принципе, вкусный. Но я думаю, что немножко, конечно, надо ему еще повисеть. В принципе, кусту второй год. Первое его плодоношение. Ну, по ягоде. По ягоде все целенькое. Целая вардува тоже, несмотря на то, что тут гроздья такие, как кукуруза. Плотная. Ну, здесь все целенькое. Галант после дождя совсем целехенький. Ни одна ягодка вообще нигде не треснула. При этом, смотрите, сахар 19 брикс. То есть он не сильно и размылся. Вот, смотрите, взяла другую ягодку. Сначала я брала там. Рядышком голубика она чуть притеняет. А сейчас взяла вот с другого рукава. Здесь более солнечное место. Ну, цифру видите сами. 23. Вот, смотрите, для сравнения. Папа Галанта, Мускат Блау. Вот здесь трещины есть. Прошлый дождь он выдержал. Очень даже хорошо. Но вот сейчас испытание дождем не прошло. Повторю, слило 4 дня. С одной стороны можно посмотреть, как бы он вроде как затягивает эту ягоду. Но все равно их поубираю, чтобы тут и осам не было лишнего соблазна. Не так этих ягод и много. Почти целый Аладдин. За маленьким исключением. Сейчас вам его покажу. Смотрите, вот треснутая ягода. Но это трещина на месте градобойны. Когда была маленькая ягодка, по ней попал град. Образовался такой вот рубец. И вот в этом месте треснула. Ну а все остальное на всех гроздях целенькое. Русвен янтарный. Он же жемчуг запорожский. Уже его можно было бы съесть. Потихонечку подъедаем. Ну тоже все. Все здесь целенькое. Несмотря на то, что он в такой уже стадии созревания. Когда ягода, наверное, наиболее подвержена треску. Но тем не менее, здесь все целенькое. Вот здесь рядышком валек. Первое плодоношение. Второй год кустику. С одной стороны он уже хорошо желтенький. С другой стороны еще ягодка зеленоватая. Тоже без повреждений. И, конечно же, Аркадия. Все здесь абсолютно в целости и сохранности. А вот смотрите, там в пристеночке это супер экстра, которую мы еще не съели. Которая у нас еще после прошлых дождей немножечко давала трещинку. Ну, видите, вот такая-то трещинка была и до сих пор ягода держится. А мы потихоньку ее съедаем. Ранняя надежда тоже ягодка абсолютно целенькая. И спонсор сигналочка тоже вся целехонькая. И немножко для сравнения. Трескучая Виктория. Вот видим, да? Ягодка треснула вот так. Сейчас поищем где-нибудь еще. Вот, вот видно ягодка треснула. То есть, да, треск есть. Виктория подвержена треску, но не такой уж он и большой. Ну, вот начинала я снимать видео. Было солнышко. Сейчас опять со всех сторон идут тучи. Но опять, скорее всего, что с них что-то выльется. И в завершении, что хотелось бы сказать. Делать какие-то выводы по треску ягоды по этому году будет не совсем корректно. Уже очень условия экстремальные. В принципе, сезон экстремальный. Слишком было жарко сначала и очень сухо. Но потом влила так влила. Да, конечно, я, например, свой виноградник поливала. Но не всегда у меня тоже была возможность полить его столько, сколько ему было бы необходимо. Тем не менее, даже те кусты, которые потрещали, в этом году я не увидела такого явления, как треск в хлам. Когда вообще ягода разрывается и чуть ли не вот так вот выворачивается. Да, треск есть, потери есть. Но я думаю, что благодаря моим стараниям они все-таки минимальные. И при этом я считаю, что те сорта, которые устояли, те кусты, которые устояли от треска, на самом деле это тоже чудо, потому что слишком, слишком много было всего. Но так сложились условия, что вот эти сорта оказались самыми надежными и самыми устойчивыми в данных конкретных условиях. На сегодня это все, что я хотела вам показать и рассказать. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. До новых встреч! До новых встреч!